Здарова! Как вы поняли, сегодня у нас просто супер уникальная колода, о которой я не буду много чего говорить. И просто скажу то, что она сделана от имени Дэвида Блэйна. А я думаю, это уже само за себя все сказало. Давайте же посмотрим, что же это. А это у нас колода, которая называется Gatorbacks. Вот так вот эта колода выглядит. Давайте же мы сразу разберем, почему такое название, что значит Gatorbacks. Значит, эта колода, она имеет у себя на рубашке аллигатора. Это как бы такое начало. И теперь мы логически думаем, Gatorbacks. Backs это рубашки, Gator это у нас сокращенно аллигатор. То есть мы берем слово аллигатор, убираем али, и получается Gator. Получаются рубашки и аллигатор, и Gatorbacks, и все логично. Я думаю, вы меня поняли. Теперь давайте мы посмотрим на дизайн этой колоды. То есть мы видим Gatorbacks. Если мы чуть-чуть пониже посмотрим надпись, здесь у нас написано Premium Edition. То есть это у нас просто крутяцкая колода. Она считается как очень крутая. Но это не то чтобы крутая, это крутая, это просто сказано. В общем, если мы посмотрим на наворот этой колоды, и когда мы вообще ее возьмем в руки, то мы чувствуем то, что эта колода сделана от души и для души. На ней вообще не экономили. Вот все фишки, которые можно было придумать на USPCC, абсолютно все сюда влетело. Качество, краска, все навороты коробочка. Ну просто, ну реально колода уникальнейшая, премиальная и просто бомбовская. Я вам сейчас абсолютно все покажу, расскажу. В общем, обзор будет, я думаю, интересным. Давайте для начала посмотрим на коробочек. Сразу же нам акцент делают на вот этого крокодильчика, аллигатора. И когда я первый раз колоду эту увидел, я подумал, что это какая-то колода Лакоста. Но на самом деле нет, колода от Дэвида Блейна. Теперь давайте-ка мы посмотрим на особенность коробочка. Во-первых, у нас вот эти вот все изгибы, все вот эти узоры, они у нас выпуклые. И они еще, как видите, отсвечивают. Научился, конечно, да, я вот такие вот переливы делать. Я думаю, у вас уже слюнки текут. Ой, как и у меня. И вот посмотрите, как это все круто блестит на свету. То есть абсолютно все надписи. Вот. The United States Plain Card Company. С другой стороны мы можем прочитать. Марк Штучман. Штужман. Штужман. Штучман. Штужман. Я думаю, Штужман. Пишите в комментариях, как правильно. А вот если мы развернем. Дэвид Блейн Продакшнс. Все. То есть она как бы выпущена совместно с вот этим вот, дизайнером. Ну, самое главное, Дэвид Блейн. Все. Больше вы можете ничего не знать об данной колоде. То есть, видите, фишка с коробочком с переводливающимся у нас здесь включена. То есть уже круто. Далее. Вот такая вот, ребятки, красивая пломба. К сожалению, не я ее открывал, поэтому вот так вот она плохо открыта. Так. Она будто бы сделана из алюминия. Она такая вот как блестящая, отсвечивает. Ну, очень уж крутая. Ну, переливается. Посмотрите как. Так. Теперь давайте далее мы посмотрим. Посмотрим теперь мы не только на наружную часть коробочка, а еще и на внутреннюю. Открываем. И здесь тоже у нас вот такое переливание идет. То есть, вы видите, если мы возьмем коробочек, уже сколько всего, сколько всяких приколов вделано в колоду. Выпуклые все узоры. Они переливаются. Вдобавок еще и пломба шикарнейшая. Ну, блин, еще и внутри коробочка проработана. Давайте мы открываем ее. И мы видим вот здесь вот такие вот картишки. Фокусируемся на них. Во, вот так вот. Это у нас, я как понял, это дочурка Дэвида Блейна. И она стоит на крокодильчике. Второй же Джокер, как она его оседлала и на нем катается. Вот так вот это все выглядит. Конечно же, я думаю, это вам понравится. И мне, например, эти Джокеры нравятся. Единственные минусы, опять же, они не идентичны. Но, блин, у них такой дизайн. Мне это на идентичность как-то все равно. Теперь мы видим вот такой вот Ту Спик. Тоже очень красивый. Мы видим какое-то бушующее море. Не понимаю, причем здесь море и крокодилы. И вот здесь чайка летит. И такой крокодильчик ее так вот цап и съел. И вот здесь вот внизу Гаттер Бэкс. И поехали дальше. Вот здесь вот у нас идут как обычные стандарты. Вот это единственный минус, к чему можно прикопаться. Ну, реально. Можно было немножко, ну, доработать. Хотя бы вот эти в масти вставить крокодильчика белого. Было бы намного все круче. Как по мне. И теперь мы приходим к картам, которые имеют лица. Здесь у нас тоже есть такая особенность, как в колоде Даниэля Мэдисона. Даниэля. Как мне сказали правильно читать. Вот. Вот так вот это все выглядит. И вот, внимание. Сам Дэвид Блейн. Он себя вставляет в Короля Пик. Вот повторюха. Поскольку мне тоже нравится Король Пик. И теперь у нас идут карты. Я думаю, сейчас вы увидите эту особенность в красках. Так. Делаем дрибл. И, к сожалению, я не знаю, будет ли это видно или нет. Но, скорее всего, нет. Но здесь у нас необычная краска. А здесь она сделана так, будто бы она, ну, отсвечивает. Будто это какая-то... Ну, даже не знаю, как описать. Как фольга, что ли. Но она очень красиво переливается. Будто бы бронза, что ли, сделана. Ну, очень круто. И так у нас абсолютно все карты. Если вы смотрели обзор на колоду Infinity, то, я думаю, вы помните про такую особенность. Но у нее было абсолютно... Ну, только красные карты сделаны, будто бы бронзой сделаны. Здесь у нас абсолютно все. Абсолютно все узоры. Все вот эти вот переливания, ну, очень уж круто. И теперь внимание. Внимание. Кого я здесь нашел? Даниэлька Мэдисон. Привет, ку-ку, мой хороший. Вот он здесь такой красавчик на Короле Бубе, как и в своей серии игральных карт. Он тоже здесь находится. Так, и опять здесь у нас пили вообще... Ну, вот, вот. Я думаю, так будет видно, так немножечко. В общем, вот такая здесь у нас особенность. И теперь мы приходим к картам, которые у нас идут дополнительные. Это первое. Вот такая вот у нас идет бланк-карта для эффектов, ну, не знаю, исчезновения, к примеру, колоды. И вот такая вот рекламная карта. Это Дэвида Блэйна. Ну, вот мы видим Дэвид Блэйн внизу написано. Здесь такие всякие узорчики. В общем, прикольно. Так, и теперь давайте мы поговорим про рубашку и про само качество колоды. Значит, смотрим. Вот такая вот у нас... Давайте мы сейчас возьмем одну картишку, чтобы колоду всю не держать. Вот это вот у нас, ребятки, рубашечка. Вот так вот она красиво выглядит. Как мы видим, здесь у нас есть, опять же, вот наш крокодильчик нарисованный. Вот здесь у нас куча узоров. То есть, на ней в каждом уголке крокодильчики, это сходится в центр. Здесь различные всякие стрелочки, узорчики. Вот это, как мы видим, будто бы, если смотреть так, черви, если так смотреть, то как пик сделано. Ну, просто, ну, реально проработанная от души дизайнерская колода, которая реально, ну, должна быть у каждого в коллекции. Например, она стоит в Америке 20 долларов. Блин, 20 долларов. Но если вы ее покупаете, то вы понимаете, за что вы отдаете деньги. Вы отдаете реально за качество, за колоду высшего уровня. Это вам не какая-то там колода, к примеру, от иллюзионистов, которые идут как среднего уровня. Это высшая колода. И многие меня спрашивают, какую колоду взять для коллекции. Да берите эту, покупайте ее, и все, и вы довольны, вы радуетесь. Теперь давайте про качество. Качество здесь тоже на высшем уровне. На нем не экономили. Колода, ну, крайне круто верится. У нее супер классное качество, супер классное покрытие. Качество картона, ну, это 100% будет, она очень долго служит. Но, честно говоря, я даже ее в руки боюсь брать. Она настолько крутая. По поводу картона, он здесь мягкий. Мягкий, вопросов с ним никаких не должно возникать. Те, кто любит мягкий картон, пожалуйста, колода для вас. Вдобавок, покрытие здесь, ну, крайне скользкое. Я беру, кладу колоду, и она все, она начинает ездить, как чокнутая, какая-то непонятная. Ну, и в итоге складывается крайне положительное впечатление про эту колоду. Ну, реально, ну, про нее плохого можно сказать единственное только, как про дизайн стандарта. Все. Остальное все реально уникальное, проработанное. И не то чтобы на среднем, на высшем уровне. Итак, теперь давайте-ка мы какой-нибудь такой итог подведем. Что же это у нас за колода? Колода это у нас премиум класса. Колода она дорогая. У нас здесь есть, во-первых, проработанный коробочек со всеми фишками, которые можно придумать на USPCC. У нас здесь есть, во-первых, крутой цвет. Он такой темно-темно-темно-синий, но точно не черный. У нас есть все узоры, они выпуклые и проработанные. И, видите, они еще отсвечивают на свету. У нас есть абсолютно со всех сторон такая фишка. Далее. Есть у нас даже такая штука и внутри коробочка. Вот она, переливается. После чего у нас есть пломба. Очень классная, очень проработанная. Давайте еще раз зафокусимся на нее и посмотрим. Вот. Official, как мы видим, надпись. И вот David Blaine на значочек, типа PIC. Переходим к картам. Что же у нас с картами? А здесь у нас, ну, крайне классная колода. Уникальная краска, которая на солнце отсвечивается, будто бы бронзой переливается. Есть у нас, не то чтобы это, не только с вот этими картами красными, как у колоды Infinity, но это еще и с рубашкой, кстати говоря. Вот так. Мы сейчас развернем. И точно такой же у нас есть и на рубашке. Она будто бы отсвечивается, будто бы переливается. Ну, крайне, крайне крутая эффектная колода. В общем, ребятки, я абсолютно всем ее советую. Ну, а далее уже, кто захочет, тот и будет ее покупать. Колода дорогая, да, я не спорю. Но, если вы ее покупаете, то вы можете абсолютно всем хвастаться, что у вас есть такая крутая, уникальная колода проработанная. Ну, а у меня на сегодня все. Пишите в комментариях, какие колоды вы еще хотели бы увидеть в обзоре. Возможно, она у меня уже есть, но не обозрена. Ну, и поэтому будет она в следующем видео. Ну, а у меня на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч. Пока. Пока.